Семье Максима не восполнить потерю близкого человека. Родителям остаются слова утешения, благодарности за воспитание настоящего сына Отечества. Наши воины отдают свои жизни во имя защиты нашей страны, нашего народа и наших братьев из сопредельных Луганской и Донецкой республик, спасая ни в чем не повинных людей от ужасов разгулявшегося на Украине нацизма. И это действительно так. Сегодня, как известно, консолидированный Запад во главе США пытаются исказить события на Украине, посеять в души наших соотечественников сомнения о правильности специальной военной операции на Украине. Но красноречивее любой заокеанской пропаганды о реальной ситуации на юго-востоке Украины, говорят сами жители Донецка и Луганска, в течение долгих лет выживавших под игом националистов. Город Конаково на время стал вторым домом для жителей Донецка и Луганска. Люди, наскоро собрав самое необходимое, в чем были, бежали от восьмилетнего ужаса уничтожения. Елена и Владимир Альшевский жили на окраине Донецка. Их жизнь перевернул Майдан. После Майдана все началось. Запрещаем разговаривать на русском языке, историю великую отечественную. Мы и челюсти отпали у нас у всех от этого ужаса. Была оранжевая революция, слушали, слушали, удивлялись, поражались. Мы были против, никто нас не спрашивал. Потом последний Майдан 2014 года вообще нас начали убивать. И говорили, что это все делает Россия. Потом сказали, что это мы сами себя. И этот Запад говорит, что мы сами это делаем. Где же они демократы? Ничему не верят. Ну пусть приедут и посмотрят сами. А то там из-за бугра что-то там бухтят. Те подстрекают еще. Они вырастили все это дело. Те, кто не верят, послушайте рассказы очевидцев, которые жили в аду долгие 8 лет. Им не платили зарплату социалку. Именно они в погребах и подвалах пережидали бомбежки с украинской стороны. Любое время суток. И ночью, среди ночи, и вечером, и вот днем, и утром. В 21 году, да, в ноябре месяце мы только перекрыли крышу, отопление, все починили, думали, потихоньку будем жить. Вот. Приехал еще, помню, тогда министр обороны, да, да, да. И вот в честь его нашу улицу начали бомбить опять. Опять. Вот это было в 21 году, в ноябре. Вот. Нам выходить на работу, вот именно с 7 до 8 утра. Детки в садик, значит, в школу, кому куда на работу, а мы бегаем по поселку. Вот такое вот, такой ужас. Бомбили они не один день, а всю неделю. Я-то ладно, уже жизнь, как говорится, 90-е прожили, 14-е прожили. Детки ж у кого маленькие, господи, понимаете? А у кого внуки? У меня их пока нет. У кого внуки? Бегут сюда с этими детками маленькими. Ну, что это за жизнь? Татьяна Александровна вместе с сыном Андреем, инвалидом второй группы, прибежали сюда из-под Луганска. Нашли приют у старшего сына на съемной квартире. В 14-м году вообще нам не перестали платить. Вообще никаких социальных. Муж у меня 14 лет назад умер, старший сын начала 15-го года, он уехал сюда в Россию. Молодой, зарабатывать надо. А я работала там на трех работах, чтобы этого как-то поднять, чтобы ему на лекарство зарабатывать. И то, знаете, на одной работе работаю, плотят, а на второй работе работают. Когда будут деньги, тогда и заплотим. Тоже в подвалы ховалися. Воды у нас не было по 3, по 4, по 5 дней. По 5 часов стояли в очереди за водой. Понимаете? И у меня ребенок занимался флористикой, он свои игрушки, чтобы выжить, продавал на рынке. Эти люди на себе испытали ужасы унижения и физического уничтожения. Больно смотреть им в глаза. Тяжело слушать их рассказы. У моей сотрудницы вечером сидели они, это было 21-30, вот муж в одной комнате смотрел телевизор, она в другой, сын тоже. Прямое попадание в дом, и ему оторвало ногу. Все прибежали, начали помощь оказывать, скорая помощь. Он еще улыбался, Александр этот, но скорой помощи скончался. Ребята, подростки, вышли в футбол играли, днем. И обстреляли. Погибли детки. И все говорят, что брехня. Украинцы это естапо, второй нацизм идет. Это настоящий геноцид. Еще тогда, когда про ИГИЛ нам рассказывали, показывали, но ИГИЛ хоть говорил, на себя брал ответственность. А это вранье. Мы-то видим, откуда летит, со стороны Украины, а они рассказывают, что это бандиты. Российские, донецкие. Вот и вся правда. И все кричат, это Россия, это Россия. Какая Россия? Если у нас, обнаружили, что у нас на Украине 15 биохимических, это самое, этих, как называется, лаборатории, это все идет от НАТО. Испытания на нас делают, понимаете? Все подробности этих рассказов тщательно фиксирует следствие. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сотрудники ведомства продолжают сбор и фиксацию доказательств, совершенных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. В рамках уголовного дела они все были допрошены в качестве свидетелей. Далее они были признаны потерпевшими, допрошены потерпевшими по уголовному делу. На сегодняшний день оказывается вся помощь, в чем они нуждаются. Очень рады и благодарны, что справедливость восторжествовала, что и ждем победу над этими фашистами, как их там называть, нацистами, фашистами. Вот это все из-за них. Они первые начали, вот, и все восемь лет издевались над нами. Дай Бог здоровья волонтерам, чтобы они нам матрасы привезли, нам одеяло, подушки, питание нам. Дай Бог здоровья всем, кто помогает, таким как мы. Победа будет за Россией. Победы, чтобы шли до конца. А то, если останется опять за Россией, что-то там где-то, оно опять подымет эти свои головы. Бить до конца их. Люди тут. Спасибо. Спасибо. Спасибо.